Добрый день, дорогие друзья! Ну и на данный момент Team Empire встречается против команды Team Old Stanley и по пику уже разобрались. Команда Empire забирает себе следующих героев. Найт Сталкер, Бэйн, Дум, Рубик и Шадоуфин специально для Team Empire. Разумеется, знать не знаю кто такие Team Old Stanley и мало кто вообще знает, но по никнеймам попытаюсь разобраться. Маймам забирает себе Тайтхантера, Бэйби Рейдж будет играть на Луне, Гоген забирает себе Темплар Ассасин. Это пока вся инфа, которая может быть по данному поводу. Ну и в целом вылетает еще один игрок, пока что никаких пауз, ничего. Команды не отжимают, ну ждут. По идее должны ждать все-таки манеры, все дела. Да, в принципе, все. Сейчас разберемся с движением камеры и... Больше нас на данном этапе ничего не интересует. Ну, как вы видите, Шадоуфинда забирает себе Йоку. И велика вероятность, что именно Йоку отправится на мидлейн, да и судя по закупу Найт Сталкер от Резолюшна отправляется в сложную линию. Йоку будет стоять на СФе, мидлейн. Старался, хотел, хотел и в итоге получил желанный результат. Ну и по комбинации команды Олд Стэнли. Настолько команда, что даже название особенно вписать не получается, я смотрю. А есть с этим некие траблы. Ну, что касается комбинации данного коллектива, то давайте разбираться. Оффлейнер, скорее всего, Тайтхантер на мидлейн. Как я понимаю, отправляется Темплар Ассасин, фармящая. Здесь Луна и два саппорта Огрмак и Даззл. Крепкий, толстый Огрмак с двумя крепкими толстыми головами, которого по началу толком и не пройдешь. По идее, здесь роль и некого танка выполнять будет этот герой на ранних этапах. В принципе, ХП у него достаточно. Прирост силы нормальный, поэтому можно и потанковать. Алоха Дэнс на Рубике уже начинает издеваться над Тайтхантером и забрасывает его на ХГ. Конечно же, здесь нет никаких ТПшек со старта и быть не может. Курьер уже должен нести сюда свиток портала. Ну, по-любому, тут на классе просто Алоха Дэнс переиграл своего оппонента. Конечно, игра, понятно, что не по силам. Но, с другой стороны, это хоть и кибер, но все-таки спорт. И загадывать здесь заведомую победу, ну, в принципе, невозможно, потому что, как загадаешь, так и будет прямо-прямо-таки наоборот. Ну, пока что Тайтхантер у нас на отдыхе. Как был, так и стоит. Ничего тут сделать не получается. Только сейчас Курьер понес ТП. Ну, и фишка в том, что его выключат отсюда. Алоха Дэнс в это время на Рубике фармит. Дум от Сайлента тоже в это время подфармливает. Так, у нас Луна, кстати, на топе. И это ФБ от Team Empire. Но, ФБ вместе с Резолюшеном быстренько справились. Капитан в итоге забирает этот фраг. Ну, а Резолюшен получает один ассист. Тоже неплохо. В принципе, по фарму у него проблемы я вижу никаких. Луна здесь далековато от фарма. 0 на 0 по крипам у нее. Резолюшен занимается фармом. Ну, и на легкой пока что здесь Дум. Отводами занимается Алоха Дэнс. Тайтхантера только-только здесь спасли. И Тайт наконец-то добирается до своей линии. Полторы минуты сыграно. И вот он Тайтхантер. Еле-еле вышло. Найт Сталкер от Резолюшена. 5 на 3. 6 на 0 идет Дум. Он и в лесу поел. Поел немного на линии. Ну, пока что, я так понимаю, по Нетворцу все у него хорошо. Ну и СФ в это время справляется с Темплар Ассасином. Рефракшн первого левела. Я так понимаю, тут раская ловка была. Шадоу Рейс, в принципе, один раз Йоку. Врезал и один раз, собственно, и убил Темпларку. Ну, как бы, сами понимаете, друзья, как бы такая, знаете, ситуация была немножко не... Невеселый. Я думаю, что ни для кого не секрет о противостоянии двух личностей. Пускай не серьезном там, пускай не кровопролитном, конечно, но противостоянии и в какой-то степени конкуренции двух личностей. Я говорю о Резолюшене, я говорю о Йоку. И тот, и другой видят себя на мидлейне. И тот, и другой хочет играть на мидлейне. В это время, кстати, Дазла съедают на топе. Ну, и вот сейчас играет Йоку. До этого играл Резолюш. Ну, и как бы, если показателями не мериться, понимаете, что такое набрать там какое-то количество ГПМ или Экспириенс Паминет против команды, я не знаю, даже МВП Ход Сикс или ЦДек. И что такое набрать такое же количество против Олд Стэнли. Но здесь трепают, как хотят имперцы своих соперников. Счет 4-0. Дабла эта невероятно дамажащая оказалась. Эта дабла справляется с треплой. По сути, Луна отъезжает. Огрмак лоу-хэпэшный. Дазл бегает туда-обратно. За 3 минуты здесь уже понаказывали всех, кого могли. Сайлент не чувствует никакой проблемы касательно Тайтхантера. Вообще, кстати, удивительная вещь с этими квалификациями. Вы понимаете, что такое опен-квалификация. Это когда каждый имеет шанс попасть на вот такой крутой турнир, как было с Интернешнлом. И представляете, да, вы собрали хорошую, сильную команду. Огрмак здесь, по идее, отъезжает. Хотя нет, еще под Грейвом он. Ноуфир начинает майн-сить. Огрмак, кстати, отхиливается. И Резолюшн через Войт должен забирать его. Толстоватый здесь Огрмак. 120 хп у него. Ну и Резолюшн его увидел. Удар, Войт и добивает его. Еще и отхиливается здесь Бейн. 5-0. Так вот, я продолжу рассказ. Команды, которые, соперники, которые становятся соперниками таких коллективов, как Империя, как Нави. Вы представляете, готовились, пацаны готовились. Думали на аматорском уровне, на равных. Настреляем всем. Мы тренировались, тренировались. Тут на тебе во втором или даже в первом туре кому-то тебе попадается Империя. Участник Интернешнл. То есть, одна там из 15 сильнейших команд в мире, в принципе. И ты просто... Why got why? Ну, то есть, непонятно вообще, как такое может произойти и как вообще против них бороться. Пока что действительно не ясно, как бороться. 5 тысяч по голде на четвертой минуте выигрывать Империю своих оппонентов и 4 по экспириенсу. Ну, это избиение, в принципе, своих оппонентов. Видим, что никто по хп не проседает. Игра легкая, игра разминочная и, по большому счету, если тенденция сохранится, то у Империи проблем где-то до одной четвертой быть не должно. Кто там их может встретить? Нави там их могут встретить, наверное. А в Вега, по-моему, там уже, ну... Такие хорошие среднички СНГ ДОТ европейские. Это единственные траблы. Хотя, ну, где-то, я думаю, 1.8, 1.16 уже придется с кем-то соревноваться. Ну, просто не успевай переключаться и разговаривать, и переключаться. 11.0 счет уже. Я ГПМ... Не ГПМ, точнее, а... Фейтрикапы не показывают. Дают немного. Если команда Олд Стэнли убьет кого-то из состава Эмпайр, то, конечно, там по деньгам можно будет уже разбираться. Игнайт пошел у нас на эфира. Сюда ТП сразу же идет еще. Темплар Ассасин будет драться здесь. Зацепили Огра. Огра убили. По резолюшену дальше Темплар Ассасин. Все, спать. Все спокойненько. Успокойся. И посмотрите на Найт Сталкера. Он не уходит отсюда. В принципе, задача ясна. Убивать как можно чаще. Ну, наконец-то сейчас Найт Сталкер отправляется у нас, скорее всего, на базу регенится. Как бы, в принципе, не зарыться здесь с головой в эти убийства. И не потерять где-то момент, чтобы не подставиться. Представляете, насколько нелепо в одной 256-й взять и остановиться. В одной 256-й какой-то одной из квалификаций. Йоку забирает в это время Тауэр на Мидлейне. Голду я вам показывал. Это где-то 10 тысяч по золоту. В пользу Team Empire. Счет 13-0. Ну, я думаю, уже даже ГПМ можно смотреть, чтобы все понять. Давайте смотреть ГПМ. И вот, пожалуйста, у Йоку на 6-й минуте 640 голды в минуту. Это сумасшедший показатель. Это даже не обсуждается. Это просто незаконно много. Ну, еще здесь в сон отправляют Луну. Без войда, скорее всего, будут убивать. Уводят еще 2 секунды, как в откате. Ну, урнов Шадоус есть. Тоже дэмэджа вносит прилично. 15-0 счет. Империя зажигает. Молодцы. Естественно. Это просто взрослые дяди наступили в песочницу и разваливают всех, кого только видят. Ничего, в принципе, проблематичного для них не должно быть. Удивительно было, если бы было не так все. Ну, Йоку, кстати, без даггера. Но, я думаю, в скором времени должен появиться. В принципе, доминирование есть. Тут надо просто гоняться, мышеловку какую-то организовывать, подсовывать под ноги ребятам и бить их где только можно. Ну, вот, один рассказ. Это просто Brains Up. Это просто Void от Resolution. И нет мейнкерри команды Old Stanley. Ну, в принципе, не так все, конечно, виделось мне. Я думал, что сопротивление будет чуть повыше, потому что ребята из Empire вроде бы грань чувствуют, но на самом деле чересчур быкуют. Те же бейны, которые на седьмой минуте под Т2 у нас стоят и танкуют, это жирновато. Ну, видно, что в панике просто коллектив Old Stanley непонятно под какой каток их в итоге положили и почему судьба так несправедлива. Гейб, что мы не так сделали? Просто хотели успешно поиграть. Ну, поиграли. Одна 256-я тоже неплохо. Не факт, что кто-нибудь из нас, телезрителей или зрителей этого матча, или меня вообще до этой одной 256-ой дошел бы, да и скорее всего не дошел бы. Я думаю, у некоторых из зрителей есть знакомые, которые зарегистрировались и так же играют. И вы представляете, да, наверное, квадратные глаза у людей, если на тебе ты отправляешься на мидлейн стоять против Resolution или против Йоку. Ну, вот первый килл, кстати. Посмотрим, сколько стоил Бейн. Это саппорт. Не самый, конечно, дорогой герой в составе, но интересно, сколько же он будет стоить. Еще здесь, кстати, Йоку поймали. Йоку лоу хпшный, Йоку в таверну. Два килла. 704 голды получает за СФ. Это лично от Эмпларка, и хочу файт рекап. Вот он, файт рекап. Два килла, 2670 по голде. 978 получает Луна, по-моему, за то, что просто здесь присутствовала. Нет, один килл от Луны. 1-6 счет у нее. Ну и 23-2 становится счет. Это, по-моему, камбэк. Эмпайр может ливать смело тут уже катку эту не вывести. Ребята старались, ребята попробовали. Не получилось. Ну, это все шутки, безусловно. 15 тысяч голды на 9-й минуте перефарма. Сумасшедший счет, снесенные товара. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Поэтому такая ненапряжная разминочная игра перед более серьезными соперниками. Тут даже и фидить, если захочешь. Надо очень долго фидить. Надо реально еще минут 9 просто нон-стоп ходить, умирать. Как это до того делала команда Олд Стэнк. Хотя что ребятам еще оставалось. Ну и собираются, кстати, не по-пижунски совершенно. SF-у нужна мека в файтах. SF приобретает меку. No Fear нужны ему. Командные барабаны он их приобретает. Нет такого, что SF купил себе даггер и купил себе догон там первого-второго левела. И ходит, просто зарабатывает фраги. Ничего подобного. Все собираются по правилам. Все прекрасно понимают, что такое профессиональная дота. И что надо тренить перед одной, например, хотя бы одной 128-й. Сами-то зацепили. Пробивают его не очень сильно. Хотя по дефу, я думаю, вы видите. У него минус один только что было дефа, в принципе, после мэлдау от Темплара Сасси. Но этого недостаточно. У него 1300 хп. Тут есть мека у SF. Она была проюзана. Все выхиливают. И траблов, как таковых, не намечается. 700 голды в плюсе по экспириенсу тоже там чуть-чуть заработали. И это просто вопрос времени, когда Team Empire зайдет на хэкграунд и снесет несколько сторон. Ну и пошла у нас ульта от Луны. Эклипсом неплохо, в принципе, продамажило. Но Эклипс первого левела, сама Луна. Только шестого левела, Сайлент здесь. Восьмого уже, Йоку девятого. Луну разорвали просто двумя ударами. Пошел Финкс Грипп у нас на Тайт Хантера. Под грейвом Тайт Хантер. Сайлент врывается у нас на Дазла. И Гоген просто отхватывает у нас от Люсин Бимов Рубика. В итоге трипл килл от Алоха Денса. Ультра килл от Алоха Денса. Это саппорт, который вовремя украл Люсин Бим. Да тут и Фейт Болт, и Люсин Бим. Все это, в общем-то, рэмпэйдж от Рубика. Начало, прямо-таки, скажем, искрометное. Нашел, что украсть. Узнал, как реализовать всю эту систему. А ну-ка, Рубик. Нет, Файтер Кап нам не покажут. Рубик по голде приподнялся очень прилично. 3-400 у него на руках. В принципе, все тут. Игра сыграна. 11 минут стоило команде Эмпайр побарахтаться со своими соперниками. И коллектив Олд Стэнли отправляется домой. В принципе, куда отправляется? Просто могут в скайпе созвониться и сказать, ребята, мы старались. Ладно, посмотрим, как это избиение отразилось на цифры. Что тут с Экспириенсом, Фэминец? С золотом? А с золотом следующая ситуация. 734 у Йоку и Резолюшн 733 голды. Йоку тут его переиграл. Хотя, кто стоял на харде и кто стоял на мидлейне? Ясно, что на харде посложнее фармить. Вот она. В принципе, негласное противостояние двух игроков. Ну что, в принципе, все. Мы тогда небольшая пауза. Разбираемся, смотрим, когда там наш коллектив переходит на следующий этап. 1.256. Я жду вас в эфире. Пока что музыка, заставка. И если какие-то новости будут появляться, я сразу же выйду в эфир. Вам все расскажу. Пока не забывайте подписываться на наш канал. Группа ВКонтакте. Наша группа, группа Team Empire. Заходите везде. Везде вам рады. Везде вас ждем. С вами друг. Это история игрокам ТВ. У нас впереди очень много всего интересного. Пока что до связи. Далеко не расходимся. Субтитры создавал DimaTorzok